Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Расходы на приобретение недвижимости сохранились на уровне 2019 года. Отмечают Кировстаты падение реальных доходов по отношению к росту цен на 3%. При этом средняя зарплата, по официальным данным, в Кировской области растет. Программа Экономика. На 15% упал объем инвестиций в Кировской области. Общий их объем за 2020 год составил 66,5 миллиарда рублей. Это 86,5% к уровню 2019 года, сообщает Кировстат. Основная часть инвестиций – это собственные средства предприятий и организаций. Среди привлеченных денег наибольшая сумма – это государственные инвестиции. Также деньги привлекались за счет кредитов и, например, долевого строительства. Наиболее интересные отрасли для вложения денег в Кировскую область – это обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, обеспечение электроэнергией и газом, недвижимость. Теперь в этом списке и производство лекарств и средств, используемых в медицине. Кировчане заплатили в бюджет 5,5 миллиардов налогов на имущество. И это, несмотря на пандемию, больше, чем годом ранее – на 2%. Треть суммы – 1,8 миллиарда – это платежи физических лиц. Их сумма стала больше на 6% или на 101 миллион. Речь о суммах, которые кировчане заплатили в 2020 году. Летом налоговая начнет рассылать квитанции. Уже на этот год заплатить налоги на транспорт, землю и недвижимость нужно будет до начала декабря. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73,5 рублян, евро 87,76 рублян. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.